Добрый день, с вами отдел литературы на иностранных языках и мы продолжаем серию публикаций по нашему редкому фонду. Мы продолжаем работу со своим редким фондом, находим все новые интересные издания. Конечно, нам хочется знакомить с этими изданиями наших читателей. В этом году мы решили организовать серию выставок одной книги и назвали ее One Book One Story. Наша задача — привлечь внимание к многим забытым писателям, многим забытым авторам. На самом деле есть достаточно много писателей, которые работали в конце XIX века, начале XX века и в свое время были невероятно популярны, известны, читались, издавались, и их книги были бестселлерами. Но спустя сто лет про эти имена многие уже забыли, они потеряли свою актуальность, но, тем не менее, некоторые из этих имен хранятся в наших фондах. Однако первая книга, которой мы открыли вот эту серию выставок, она не художественная, и это не писатель. А очень в свое время, в XIX веке, известный ученый Фрэнсис Гэлтон, или Фрэнсис Гэлтон, как его знают в России, он был двоюродным братом Чарльза Дарвина, и в XIX столетии был очень важной персоной, очень известным ученым. Но сейчас, в современное время, я думаю, многие наши современники знают имя Чарльза Дарвина, а имя Фрэнсиса Гэлтона им ни о чем не говорит. Ну, Фрэнсис Гэлтон, Фрэнсис Гэлтон, кто это вообще такой? А это очень был большой, интересный специалист, исследователь в самых разных областях. В географии, в метеорологии, антропологии, психологии, в статистике. Он делал самые разнообразные научные исследования. Например, в 1853 году он даже получил золотую медаль от Географического научного общества за свои исследования и картографию Юго-Западной Африки. И вот в нашем фонде обнаружилась книга авторства Фрэнсиса Гэлтона. Книга под названием «Fingerprints. Отпечатки пальцев». Сейчас вы знаете, что отпечатки пальцев – это неотъемлемая часть криминалистики. В принципе, многих преступников находят именно по отпечаткам пальцев. Как это все начиналось? На самом деле, первые исследования возникли в середине XIX века на эту тему. В Индии ученый Гершель исследовал кожные узоры на пальцах и разрабатывал метод опознания преступников по отпечаткам пальцев. Но в середине XIX столетия не было известно, повторяются ли эти узоры на пальцах или не повторяются. Могут ли они быть одинаковыми у двух людей? Уже в 1880 году было предложено использовать этот метод судебной практики, но все равно не было какой-то единой статистики, единой методики. И вот Гальтон, заинтересовавшись этими исследованиями, тоже начал изучать отпечатки. Он собрал огромнейшую базу отпечатков, проанализировал их. И вот на основе своего анализа он использовал именно математический анализ, математическую статистику. И он именно математически обосновал практическую невозможность повторения и совпадения отпечатков пальцев у разных людей. И вот в 1892 году в издательстве Macmillan в Лондоне выходит его книга под названием Fingerprints, где он научно обосновывает вот эту свою теорию и подкрепляет ее доказательствами. И эта книга имеется у нас в фонде именно издания 1892 года. Издание очень, я скажу, просто классное. То есть, допустим, обложка напоминает именно кожаные узоры отпечатков пальцев, если вы посмотрите поближе. Она обработана золотом. То есть в этой книге очень много иллюстраций. Бумага очень плотная такая, хорошего качества. И вот очень многие схемы и эти отпечатки сделаны на отдельных страницах. И, конечно, издание просто потрясающее. Macmillan был уже в 19 столетии очень таким мощным изданием. И остается, кстати, по сей день. Что касается этого исследования непосредственно, то еще спустя несколько лет другой ученый Генри на основе работы Гальтона вывел дактилоскопическую формулу. И в итоге классификация вот этих отпечатков пальцев под названием классификация Гальтона Генри и начала использоваться в криминалистике. И именно вот по сути с этой книги началась современная дактилоскопия. В своих работах он, например, использовал метод исследований близнецов. Именно Фрэнсис Гальтон ввел понятие наследственности. Он применял к исследованию людей математическую статистику. И он тоже был одним из первых в этом. С него начались, собственно, психологические тесты и опросники. Именно он это предложил и ввел. С него в криминалистике также началось прообраз, так сказать, фоторобота. То есть он тоже предложил составлять словесный портрет человека. В метеорологии, например, он первым начал публиковать метеорологические карты Европы. То есть в самых разных областях был таким очень потрясающим исследованием. Даже странно, нынче, что его имя забыто многими. Но я думаю, что это связано с тем, что в числе прочих он стал родоначальником науки Евгеники, которая использовала именно наследственность. Его размышления на эту тему затем в своих целях, для своей идеологии, например, использовал Адольф Гитлер, небезызвестный. И наука Евгеника на многие годы была забыта. И вот только сегодня она восстанавливается уже совсем с другими понятиями. Вот такой человек и такая очень интересная книга сейчас стоит на нашей выставке «One book, one story». Приглашаем вас посмотреть и познакомиться с ней поближе. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!